Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение Евангелия Атеана, пятая глава. Мы уже говорили о том, что одним из главных существенных и заметных отличий Евангелия Атеана от предыдущих Евангелий является то, что события, которые описывает евангелист, проходят не в Галилее, что, в общем-то, следует из синоптических Евангелий, а перемещаются в Иерусалим. Иисус Христос неоднократно приходит в Иерусалим на поклонение в время религиозных праздников. И пятая глава, которая повествует о довольно известном чуде исцеления Расслабленного, начинается с того, что Иисус Христос появляется в Иерусалиме на праздник, который никак не обозначен. Относительно этого высказывались разные предположения. Кто-то считал, что речь идет о Пасхе. Это мнение наиболее распространенное. Кто-то говорил о празднике Пятидесятницы на празднике Иоанна Златоуст. Но, в любом случае, мы не знаем точно, о каком празднике идет речь. Для нас важно, что Иисус Христос присутствует в Иерусалиме. И здесь нужно вспомнить еще одну особенность четвертого Евангелия, о которой была речь до этого. А именно, чудеса, которые описывает евангелист, они не просто являются каким-то таким необычным божественным вмешательством в ход событий истории. Они не просто описывают исцеление. Они являются отправной точкой для того, что далее Иисус Христос говорит о себе. То есть, другими словами, это способ самооткровения. Эти чудеса, они раскрывают одну из граней личности Христа и показывают смысл и назначение его прихода в мир. С ними Господь связывает определенные грани, определенные измерения своего спасительного дела. Поэтому мы сейчас все это с вами увидим. И надо понимать, что чудо, оно связано с тем, что впоследствии Иисус Христос говорит о себе с содержанием будущей беседы. Итак, оказавшись в Иерусалиме в купальне Вефезда, Господь узнал о том, что есть некий человек, который уже в течение 38 лет лежал там. Слово Вефезда приводится до милосердия. И узнав о бестном положении и о том, что, в общем-то, ситуация безнадежна, Иисус Христос спрашивает его, хочешь ли быть здоров? 5-6. И ответ расслабленного показывает полное одиночество. Его в течение всех этих многих лет, которые, в общем-то, по временам тогдашнего мира, это почти целая жизнь. Господин, нет у меня человека, чтобы отпустить меня в водоем, когда возмутится вода. А пока я иду, другое раньше меня спускается. 5-7. Повеление Христа взять больному постель, возьми постель твою и ходи, состоит из двух указаний. Встань – это первая часть фразы, означающая исцеление, столь долго ожидаемое, а затем возьми постель твою и ходи. И поэтому исцеленный он не может ослушаться и не брать постели. И то, что обязательность ношения постели он воспринимает как единый акт, совершившимся над ним исцелением, подтверждает его ответ иудеям, недомевающим, почему он носит постель в субботу, что, конечно, по правилам субботнего покоя, разумеется, запрещалось. Тот, кто сделал меня здоровым, он мне сказал, возьми постель твою и ходи. И, конечно, назначение этого указания состоит в том, что человек не только смог ходить без посторонней помощи спустя почти 40 лет бездействия, но и несет постель, на которой носилки, на которых пролежал многие годы. Иудеев, которые увидели, что человек несет носилки в субботу, интересуются, собственно, даже не факт исцеления, а то, кто мог разрешить ему нарушить субботу, носить постель. И спросили его, 5.12, кто этот человек, который сказал тебе, возьми и ходи. Но исцелённый не знает, о ком идёт речь. То есть личность Христа для него пока ещё неизвестна, поскольку он видит его в первый раз. И он продолжает говорить, что не знаю. И лишь спустя какое-то время, когда он приходит уже в Иерусалимский храм, очевидно, для того, чтобы отблагодарить Бога за совершившееся на нём чудо, Иисус Христос в храме встречает его и говорит ему такие слова. «Смотри, больше не греши, чтобы не было с тобой чего-то не было худшего». 5.14. Тем самым он показывает ему, что столь долгая продолжительная болезнь, она каким-то образом была связана с его грехами, и они, в свою очередь, ему известны. А значит, вместе с исцелением и произошло прощение тех грехов, которые привели к болезни этого человека. И, повинуясь чувства долга, пошёл человек и сказал иудеям, что здоровым сделал его Иисус. 5.15. Узнав, что исцеление в субботу совершено Иисусом Христом, иудеи начинают его гнать. И в ответ на это преследование Иисус Христос им отвечает, «Отец мой доныне делает, и я делаю». 5.18. Ну, эти слова являются ключевыми для последующей беседы, являются отправной точкой, потому что здесь свою деятельность Иисус Христос приравнивает к деятельности Бога. И хотя в книге «Бытия» и сказано, что после сотворения мира на седьмой день «Бог почил от всех своих дел» это не означало прекращение им всякой деятельности. Деятельность Бога продолжается в поддержании существования этого мира. И даже в субботу он не прекращает своей деятельности. И, конечно, иудеи понимают, что своим отцом он называет Бога, тем самым приравняв себя к Нему. Для нас эти слова могут быть немножко странными, потому что в течение дня мы неоднократно, читая молитву «Отче наш» и обращение к Богу «Отче», для нас не содержит чего-то нового и необычного. Но на самом-то деле это обращение к Богу, оно было совершенно неизвестно или практически не употреблялось ни в Ветхом Завете, ни в современной Иисусу Христу литературе, потому что Иисус Христос называл своего отца, не просто отец, он обращался к нему «Авва». А «Авва» — это буквально «папуля», «папочка мой». И так обращался ребенок к родителям, к кругу семьи. И, естественно, на такую близость, на такую единство, никто из людей претендовать не мог. И поэтому, конечно, в словах Христа это не просто какая-то фамильярность, а как претензия на особое, на уникальное единство, которое ставит его в одно достоинство с небесным Отцом. Ну и, конечно, мысль о том, что кто-то, может быть, равен Богу, она была не просто представима для тех, кто защищал монотеизм. И поэтому сказал им Иисус Христос в ответ «Истинно, истинно говорю вам, не может Сын творить сам по себе ничего, если не видит Отца творящим, ибо что Он творит, то и Сын творит». Так же, 5.19. Здесь нужно понимать, что эта образность, которая используется Спасителем, она признана показать вот эту как раз уникальную связь, это единство и равенство Бога со всем. Что здесь говорится? Здесь говорится о том, что сам Сын всецело зависит от Отца. и ничего не делает, если не видит Отца творящим. То есть, не просто Он должен увидеть, не просто есть связь, но именно Отца творящим. То есть, подчеркивается продолжение творческой деятельности Бога. И Сын творит то же, что и Отец, ибо что Он творит, то и Сын творит так же. Другими словами, Господь прибегает здесь к образу ученичества. Учитель показывает ученику, что тот должен сделать, а ученик повторяет за ним. Но понятно, что повторение Сына вслед за Отцом – это не параллельная работа, а единое действие. Сын не творит без Отца, и Отец не творит без Сына. Об этом и говорится в следующем стихе. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что Сам творит, и покажет Ему дела больше этих, чтобы вы удивлялись. 5.20. Итак, Отец любит Сына и показывает Ему все. Указание на любовь между лицами Святой Троицы, на то взаимопрекновение и полную открытость, которая и обеспечивает предельное доверие другому. Как в обычной жизни человек не боится того, кого любит, и готов ему открыться, так и любовь между Отцом и Сыном предполагает полную открытость и взаимопроникновение. И забегая вперед, на самом деле все Евангелие Иоанна, это в каком-то смысле забегание вперед, это предсказание будущего, говорится о том, что Отец покажет Сыну еще больше. И эти дела вызовут удивление у тех, кто будет его свидетелем. Речь идет о том, что Отец продолжит и дальше совершает знамения, и они поразят воображение очевидцев. По контексту Евангелия в первую очередь мы можем говорить о последующем воскрешении Лазаря, повествования. Пятый и одиннадцатый глав очень связаны между собою. И Отец не совершает ничего без участия Сына. И как Отец воздвигает мертвых и животворит, так и Сын, кого хочет, животворит. Ибо Отец не судит никого, но суд весь отдал Сыну. Если мы задумываемся, с чем в первую очередь мы ассоциируем Бога, какие предикаты, какие номинования, какие определения к Нему мы прилагаем, это то, что Бог является творцом этого мира, и то, что Он является судьей своего создания. И вот здесь говорится о том, что эти главные определения Бога, то, как мы Его видим, с чем мы Его связываем, они от Отца переходят Сыну. То есть Отец передает Сыну все свои полномочия, в том числе и дарение жизни, воскресение и суда. Тем самым, если все полномочия переданы, то Сын стоит уже наравне с Отцом и ничем не отличается от Него. Поэтому почитать Его нужно наравне с Отцом. И без почитания Сына невозможно уже почитание Отца. 5.23. Конечно, для того, чтобы понять все сказанное и принять столь необычное утверждение, необходимо, как и всегда, вера. 24 стих. «Истина, истина, говорю вам, слово мое слушащий и верящий, пославшему меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь». Итак, не только дела Отца принадлежат Сыну, но и Его слова. И верить, собственно говоря, нужно не Ему, а Богу, который Его послал и обращается к людям через Своего Сына. Те, кто с доверием воспринимают эти слова, получают вечную жизнь, которую Бог передает через Сына. И если человек воспринимает, если он принимает эту жизнь, которая несет ему это слово, то, значит, минуя смерть, он уже сейчас перешел к вечной жизни с Богом, избежав суда. И почему это так, объясняется в следующих трех стихах. 5, 25, 27. «Истина, истина, говорю вам, приходит час и теперь есть, когда мертвые услышат голос Сына Божия и услышавшие оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так дал Он и Сыну иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть и суд творить, потому что Он Сын Человека». Итак, Отец и Сын имеют жизнь в самом себе. Это означает, что Бог в своем существовании не зависит ни от чего внешнего, в отличие от людей, жизнь которых обусловлена множеством факторов. Жизнь Бога невозможно ограничить, ее невозможно у нее отнять. И все, что существует, наоборот, зависит от Него. Поэтому в Сыне все жизнь. Это в этой главе очень хорошо прослеживается. Господь говорит, что и голос Его несет в жизнь, 5.28, и слова Его несут в жизнь, 5.24, и дела несут в жизнь, 5.27. То есть всю эту жизнь Он передает людям. Напомню вам, что на самом-то деле это тоже одна из основных тем 4 Евангелия. Сын приходит в мир для того, чтобы дать жизнь. Все, что Он сообщает людям, все, что происходит в Его служении, это передача жизни, дарование ее. И уже сейчас люди, которые духовно мертвы, могут услышать эти животворящие слова, и те, кто соглашаются с Ним и верят в Него, они оживают. 5.25, истинно, истинно, говорю вам, приходит час, и теперь есть, когда мертвые услышат голос Сына Божия, и услышавшие оживут. Характерной особенностью Евангелия Атеана является перемещение событий, которые связаны с будущим, в настоящее. В литературе научное оно получило название осуществленной эсхатологией, то есть эсхатология — это учение о конце времен, и события, которые должны сопровождать конец времен, совершаются уже в настоящем. Иисус Христос один, да, он из людей, но слово, которое он несет, оно совершает перемену в людях, и они принимают жизнь, они из одного состояния переходят в принципиально другое. Это то духовное рождение, о котором говорилось в начале Евангелия, что верующие не от плоти, не от крови, а от Бога рождаются. И о том же шла речь и в беседе с Никодимом, в связи с рождением от воды и духа. Итак, духовное воскресение, которое происходит уже сейчас, не отменяет, тем не менее, последнего суда и всеобщего воскресения. Приходит час, 28 стих, когда все находящиеся в могилах услышат голос его и выдут сотворившее благое воскрешение жизни, а сделавшее злое воскресение суда. Догматическая часть беседы заканчивается теми же словами, с которых она началась. «Не могу я сам по себе творить ничего. Все, что делает сын, совершается им в единении с отцом. Как слышу, сужу, и суд мой праведен, потому что не ищу воли моей, но воли пославшего мя отца». В данном случае суд, конечно, это не конечный суд, а та нравственная оценка, которая дается Иисусом Христом с современниками. Так воскресенье совершается уже сейчас в процессе служения Иисуса Христа, и в то же время воскресенье есть дело будущего. И надо сказать, что эти слова, приходит час, когда все находящиеся в могилах услышат голос его и выйдут, они дальше получат свое уже приложение осуществления в воскрешении Лазаря. О связи, которая существует между 5 и 11 главами 4 Евангелия мы упомянули. И, конечно, что то, что сказал Иисус Христос о себе, звучит совершенно ново, и не укладывается ни в какие рамки представления его современников о Боге. Поэтому Иисус Христос дальше прибегает к свидетелям, к подтверждениям тому, что он сказал о себе. Еще раз напомню то, что 4 Евангелие во многом строится, как заседание суда. Итак, что мы с вами имеем в итоге? Иисуса Христа обвиняют в нарушении субботы, в том, что он делает себя равным Богу. Это приводит к желанию иудеев его убить, по сути, это вынесение приговора. И в ответ на это Иисус Христос отвечает защитительной речью, в конце которой он ссылается на свидетелей. Эти свидетели, Иоанн Креститель, который свидетельствовал о Иисусе Христе, это свидетельство дел Отца, то есть чудеса, которые совершают Иисус Христос, и они свидетельствуют о его небесном посланничестве. И, наконец, это свидетельство Писаний, которое тоже доказывает большинство Иисуса Христа, поскольку предсказания Ветхого Завета, начиная с Моисея, на которого он ссылается, говорят о нем. Тем не менее, иудеи готовы осудить Иисуса Христа за невыполнение закона и за то, что он не соблюдает субботу. Но суббота не может заставить Бога прекратить свою деятельность в мире, поэтому сын может творить субботу вслед за отцом. И суд, по сути своей, мы видим это в контексте представания, он как бы уже начался. Тот, кто равен Богу, обладает властью жизни, смерти и суда. Он пришел к людям для того, чтобы их спасти. Те, кто отзываются с верой, на его слово получают жизнь и на суд уже не приходят. То есть вера – та добродетель, которая обеспечивает воскресение. Иудеи, защищая закон и субботу, выступают как адепты Моисея. Но в конце главы говорится о том, что Моисей, защитниками которого они себя выставляют, станет их обвинителем на последнем суде за их неверие. Тем самым из обвинителей они становятся подсудимыми. И таким образом, хотя они и знают Писание, но оказываются не способны увидеть в нем свидетельство об Иисусе Христе. Не веря пророкам, они не верят и тем, кого ныне послал к ним Бог, прежде всего самому Иисусу Христу и Иоанну Крестителю, который предшествовал ему в проповеди. Тем самым, в пятой главе мы видим формальное послушание закону противопоставляется необходимости уверовать в Иисуса Христа. и в ходе беседы с иудеями Иисус Христос настаивает о том, что только через веру в него можно обрести жизнь, а не через изучение Писания. И эта тема продолжится дальше в шестой главе беседе о хлебе жизни. Иисус Христос настаивает о хлебе жизни, Иисус Христос настаивает о хлебе жизни, Иисус Христос настаивает о хлебе жизни,